В начале марта россияне испытали огромный информационный стресс. Решением Роскомнадзора крупная социальная сеть Инстаграм была заблокирована. Миллионы пользователей оказались в безвыходной ситуации. Преждевременный траур по площадке длился почти неделю. Многие граждане, опасаясь потери подписчиков, запостили на своих страницах ссылки на свои телеграм-каналы. Однако решение нашлось. Уже в апреле будет запущен отечественный аналог – первая социальная сеть Росграмм. Наработки по соцсети были у нас давно, просто сейчас они стали особенно актуальны. Поэтому мы решили как можно скорее доработать продукт и запустить его. От Инстаграма мы прежде всего будем отличаться по дизайну. Но самое главное отличие будет в способах монетизации, которые лишились сейчас блогера и малый бизнес. У нас будет возможность выкладывать платный контент, функция краудфандинга для коллективного сбора средств на свои проекты и идеи, а также реферальная программа, чтобы пользователи могли приглашать других в соцсети получать за это вознаграждение. Посмотрите, что есть в качестве альтернативы. И начались поиски того, что может так или иначе прийти на смену без потери качества и того функционала социального общения и взаимодействия, к которому привыкли многие люди. Вот Русграмм, с моей точки зрения, это одна из попыток чего-то быстро на коленке состряпать. Казанский режиссер Альберт Закиров, основная аудитория которого находится в Инстаграм, выразил свое отношение к изменениям в социальных сетях. Блогер поделился информацией о том, что планирует реализовывать себя в новом пространстве. Также Альберт отметил, что блокировка Инстаграм унесла с собой немалую часть заказов. За день до этого ко мне обратилось три клиента, которые хотели как раз-таки получить, отснять контент. Вот, и на следующий день, то есть они сказали, что похоже, Инстаграм все. Вот, и эти клиенты тоже ушли. Вообще нужно как можно больше площадок сейчас активировать. То есть это и Яндекс.Дзен, и Одноклассники, возможно, и есть еще какой-то там Ярус какой-то. Я там тоже зарегистрировался, но пока там какие-то проблемы, похоже, с самим приложением. Разработчики отечественной платформы Александр Зобов и Кирилл Филимонов уверяют, одним из важнейших инструментов площадки станет монетизация. Но готовы ли предприниматели и блогеры переходить в новую социальную сеть? Еще один блогер, который столкнулся не просто с блокировкой социальной сети, но и с ограничением платформы для заработка и реализации своей деятельности, Камила Исакова высказала свою позицию на этот счет. В любом случае крупные блогеры сейчас получат заказы на рекламу этой социальной сети, и они перейдут туда. И вслед за ними перейдет их лояльная аудитория. Живые подписчики, не накрученные, которые начнут тоже осваивать эту социальную сеть и будут в принципе подтягивать туда своих знакомых и прочего. Но есть блогеры, которые просто принципиально не хотят уходить с Инстаграма и считают, что замены Инстаграма нет и не будет. С уходом зарубежных социальных сетей отечественные интернет-платформы стремительно набирают обороты, а устоявшиеся компании стали проводить перезапуск своих сервисов. Основатели ранее упомянутой Росграм уточняют, что социальная сеть сохранит все функции Инстаграм и позволит пользователям перенести свои данные со старого аккаунта. Также стало известно, что российская технологическая компания VK Group решила перезапустить сервисы для обмена сообщениями ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams. Седунова Людмила, Фарид Захид Оглы, Универньюз.